Почётный гражданин Харькова, экс-первый секретарь обкома КПУ, экс-депутат облсовета и бывший народный депутат Алла Александровская была задержана 28 июня. В её квартире в течение четырёх часов шёл обыск, рассказывает адвокат Александр Шадрин. Удалось связаться со следователем, всё-таки следователь всё-таки допустил меня как адвоката к этому участию в этом следственном действии более-менее корректно. По крайней мере, не были найдены традиционные какие-то тортиловые шашки, гранаты и так далее, как обычно это бывает в таких делах. Изъяты стандартные предметы, которые есть в каждом доме. Телефоны, ноутбук, системный блок, сим-карты, флешки. Областная прокуратура объявила Алле Александровской подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. Часть вторая статьи 110 – факт посягательства на территориальную целостность Украины. Часть третья статьи 369 – предоставление неправомерной выгоды служебному лицу. Александровская инкриминирует факт подкупа руководства и депутатов местного совета города Южный Харьковской области. По данным СБУ, 24 июня перед началом неочередной сессии горсовета был задержан посредник, который передавал чиновнику совета часть взятки за принятие обращения о федерализации. Позитивные решения оценивалися у 9 тысяч долларов США. Саме такий факт зафиксован у одних из местных рад Харьковской области. Депутаты за цю винагороду мали проголосовать с вернением до Верховной Ради Украины и президента Украины щодо внесения измен до Конституции стосовно федерализации. Я категорически возражаю против того, в чём меня обвиняют. Меня обвиняют в том, что совершила уголовное преступление. Я никогда не нарушила законы Украины, никогда не предпринимала никаких действий против законов, и не планировала. Алла Александровская доставлена в Киевский районный суд Харькова. Там будет принято решение об избрании меры пресечения. Заочно подозревается и объявлен в розыск сын экс-депутата Александр. Правоохранители предполагают, что он находится в России.